Несколько лет назад я обучала руководителей ясельной группы проведению короткого евангельского урока для малышей. У одной из руководительниц на коленях сидел маленький сын. Я держала в руке иллюстрацию с изображением Спасителя и, объясняя, о чем нужно говорить детям, стала рассказывать об Иисусе. Малыш соскользнул с колен матери, проговорял ко мне, пристально посмотрел на изображение и коснулся лица. В этот момент беседы я спросила, «Кто это?» Ребенок с улыбкой ответил, «Иисус». Этот малыш был так мал, что не мог даже произнести свое имя, но он уже узнал его образ и назвал имя Спасителя. Услышав этот милый ответ, я вспомнила слова Спасителя. «Всегда ищите лицо Господне, дабы терпением своим вы спасали души свои, и вы будете иметь жизнь вечную». Что это значит, искать лицо Спасителя? Конечно же, это нечто большее, чем просто узнать Его изображение на иллюстрации. Приглашение Христа искать Его – это приглашение узнать, кто Он, что Он сделал для нас, и что Он просит нас делать. Мы можем прийти ко Христу и, в конечном счете, увидеть Его лицо, только приближаясь к Нему через нашу веру и поступки. Это требует усилий на протяжении всей жизни. Как же мы ищем Его в этой жизни, дабы увидеть Его лицо в жизни грядущей? В третьем нефе мы узнаем, что люди действительно видели лицо Спасителя в этой жизни. И хотя мы можем и не увидеть Его сейчас, возможно, мы сможем извлечь урок из их опыта. После Своей смерти Спаситель явился этим людям, обучал их и благословлял их. И было, что Он повелел, чтобы они приведены были их малые дети. Наша священная обязанность, как родители и руководители этого подрастающего поколения, привести их к Спасителю, дабы они могли увидеть Его лицо и лицо нашего Отца Небесного. Поступая так, мы приходим и сами к Нему. И вновь возникает вопрос, как это сделать, особенно в мире, в полном искушении? Родители, о котором идет речь в Третьем Нефе, любили Господа. Они были верующими. Они верили в чудеса, совершаемые Иисусом. Они любили своих детей и собрались вместе с ними, чтобы услышать Слово Господа, повинуясь Его заповеди, приводить к Нему детей. Когда детей привели, Христос повелел родителям преклонить колени. Затем Он сделал для них то, что Он сделал для всех нас. Он молился за них Отцу. И то, о чем Он молился, как сказано, было столь великим и чудесным, что нельзя писать словами. Придя к Спасителю и приняв Его искупление, эти родители укрепились в своем стремлении сделать все необходимое, чтобы привести своих детей. Христос попросил этих родителей сделать еще одно. В 3-м Нефе 22.13 сказано, «Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет и сыновей твоих». Итак, получив личный опыт общения со Спасителем, эти нефийские родители рассказали о Нем своим детям. Они учили их любить Господа. Они учили их Его Евангелию. Они учили их жить по Евангелию. Они так хорошо учили своих детей, что на земле в течение 200 лет царила праведность, мир и покой. А теперь я хочу попросить вас взглянуть на тех, кого вы любите. наши семьи, вот что самое главное. Я уверена, что больше всего вы хотите, чтобы эта семья была с вами вечна. История из 3-го Нефе может помочь нам привести наших детей к Спасителю, ибо это подразец для ображания. Во-первых, мы должны всем сердцем любить Господа, и мы должны любить своих детей. Во-вторых, мы должны стать для них достойным примером постоянного стремления к Господу и жизни по Евангелию. В-третьих, мы должны обучать наших детей Евангелию и тому, как жить по Его учениям. Следование этому образцу, который поможет привести наших детей к Спасителю, длительный процесс. Давайте рассмотрим данный образец еще раз. Во-первых, мы должны научиться любить Господа и наши семьи. Это потребует времени и опыта, веры и бескорыстного служения. Затем, присполнившись любви к Господу, мы сами можем полюбить. Он, возможно, плачет, взирая на наши дела, но Он любит нас и всегда рядом, чтобы помочь нам. Вот как мы должны научиться любить своих детей. Во-вторых, мы должны стать достойным примером. Это тоже длительный процесс. Если мы хотим, чтобы наши дети пришли ко Христу и смогли увидеть Его лицо, нам необходимо тоже искать Его. Мы должны найти способ показать Его детям. Мы должны привести в порядок свою собственную жизнь, чтобы дети, глядя на нас, следовали нашему примеру. Мы можем спросить себя, что видят дети, глядя в мое лицо? Отражается ли в нем образ Спасителя и то, как я живу? И помните, никто из нас не будет совершенным примером для наших детей, но все мы можем стать достойными родителями и руководителями. Наше стремление быть достойными — это уже пример. Иногда нам кажется, что у нас не все получается, но мы должны стараться с помощью Господа и благодаря Ему мы можем укрепиться в своем стремлении быть теми, кем мы должны быть. И в-третьих, мы можем привести наших детей к Спасителю, обучая их евангельским истинам и священных писаний и слов пророков и помогая им почувствовать и распознать Духа. Даже совсем маленькие дети могут понять и принять истины, имеющие вечную природу. Они любят священные писания и они любят пророка. Они интуитивно хотят быть хорошими. Наша задача — помочь им сохранить эту связь с небесами. Нам необходимо защитить их от умоляющих Духов влияний. Мы можем найти помощь и руководство в священных писаниях, а потом научить наших детей находить в них ответы на собственные вопросы. Мы можем обучать их правильным принципам и помогать применять эти принципы в своей жизни. Мы можем направить их к Духу, и тогда они получат свое личное свидетельство об изучаемых истинах. Мы можем помочь им найти радость в жизни по Евангелию и создать твердое основание веры и послушание в жизни, которое укрепит их. Но это нелегкая задача. В нефейской летописи сказано, что те семьи жили в мире 200 лет. Разумеется, это потребовало огромных усилий. Это требует усердного труда, терпения и веры, но нет ничего более важного, что приносило бы большую радость. И Господь поможет нам, ведь Он любит этих детей, даже больше нас. Он любит их, и Он благословит их. Вы помните, что Он благословил нефейских детей, лично каждого, и молился за них. И обратившись к народу, Он сказал им, «Смотрите на ваших малых». И посмотрев, чтобы увидеть, они обратили свои глаза к небу и увидели отвершиеся небеса и ангелов, сходящих с небес, как бы среди огня. И сойдя, они окружили малых детей, и те были окружены огнем, и ангелы служили им. Могут ли наши дети и сегодня испытать подобные благословения? Старейшина Рассел Баллард сказал, «Очевидно, что тем из нас, кому доверены драгоценные дети, дано священное, благородное управление, ибо мы — это те, кого Бог назначил окружать нынешних детей любовью и огнем веры и пониманием того, кто они». Братья и сестры, мы и есть те ангелы, позваны сегодня небесным Отцом благословлять детей, и мы можем помочь им когда-нибудь увидеть лицо Спасителя, обучая их евангельским принципам и наполняя наши дома радостью жизни по Евангелию. Вместе мы можем познать Его, мы можем ощутить Его любовь и Его благословение, и через Него мы можем вернуться в присутствие Отца. Мы делаем это, когда стремимся быть послушными, верными и прилежными в следовании Его учениям. Истинно так кричет Господь, и будет так, что каждая душа, которая оставит грехи свои, приходит ко мне и призывает имя мое, и повинуется голосу моему, и соблюдает заповеди мои, увидит лицо мое, и будет знать, что я есть. Братья и сестры, я знаю, что Бог жив. Иисус Христос, Его Сын, наш Спаситель и Искупитель. Он пригласил нас прийти к Нему и велел привезти наших детей, дабы мы вместе могли увидеть Его лицо и жить вечно вместе с Ним и нашим Отцом Небесным. Я молюсь о том, чтобы все мы трудились для получения этого великого благословения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok